Искореженный железный забор, кругом битые стекла, разбитый прожектор. Именно такая картина встретила гидрологов у водомерного поста. Никто и не подозревал, что дорогостоящее оборудование может стать мишенью злоумышленников. Самое ценное – это, конечно же, датчик, стоимость которого исчисляется миллионами рублей. Именно он накануне стал передавать искаженные показания. Как и все устройства, которые требуют периодической поверки, здесь нужно устанавливать батареи. Интенсивность, потому что расходы очень велика. Поэтому мы сразу подумали, что это, конечно, батарею нужно поменять. После вашего звонка у меня все прояснилось, что это все-таки акт вандализма, причем такого грубого покушения на имущество. Ну и когда мы это все дело увидели, то, в принципе, понятно, что здесь, наверное, работал подростковый период. Потому что сознательные люди до этого, наверное, просто руки на это не поднимутся. Потому что большая часть населения, наверное, переживает, когда идет ледоход, когда высокие уровни, когда напряженная ситуация в городе. Ну а те, кому вот все равно, видимо, решили, что без них обойдутся, без этих установок. Будут ходить сами мерять. По словам гидрологов, этот комплект устанавливали для обеспечения безопасности населения. Оборудование полностью автоматизировано, самостоятельно передает показания. Помощь людей не нужна. В связи с частыми подтоплениями прибрежных территорий Велико-Остюгским специалистам удалось получить два гидрологических комплекса непосредственно для Великого Остюга. Всего же в районе подобных установок 7. В течение года дорогостоящая аппаратура непрерывно передавала показания, благодаря которым удавалось давать прогнозы на развитие тех или иных природных явлений. Кстати, нигде, кроме Великого Остюга, актов вандализма в отношении гидрологического комплекса не наблюдалось. Очень плачевно, конечно, что нашлись такие, даже не знаю, как их сказать, умники, которые это все решили разрушить. В настоящий момент датчик у нас не передает информацию, нужно смотреть, что с ним случилось. Может быть, в него камнями кидали, потому что антенна, передающая устройство, подсоединена к системе ГЛОНАСС и, к сожалению, пока она ничего не передает. Призываю, наверное, всех неравнодушных горожан, если вы видите какие-то поползновения в сторону таких наших датчиков, которые действительно помогают, в первую очередь помогают в безопасности города, помогают нам видеть картину наперед. Пожалуйста, обращайтесь, телефон есть контактный, поэтому обращайтесь, мы будем очень рады, что нам кто-то помогает. Гидрологи не собираются оставлять преступников безнаказанными. На место ЧП была вызвана следственно-оперативная группа, составлено заявление. Кстати, несколько часов назад гидрологи сообщили нам, что датчик заработал, но все же о точности передаваемых показаний после поломки можно будет уверенно говорить лишь через несколько дней. Андрей Жилин, Антон Карев, Новости провинции.